Вы считаете, что белый цвет полнит, и поэтому не носите одежду белого цвета совершенно напрасно. Сегодня наш эксперт, стилист Роман Медный докажет, что белую одежду носить необходимо, потому что она может сделать ваши формы практически идеальными. Действительно, это так. Белые носили еще с временем античности, но тогда убрание такого цвета было буденним. Сегодня же белые вдягают на многое раньше, потому что считают его главным врагом фигуры. Но известные дизайнеры не могут без белого, тогда почему и вам нужно отказаться от него? Даже если ваши параметры далеко не 90-60-90, правильно подобрать белое оборудование прихивает ваши недолеты и подкресывает ваши преимущества. Благодаря белому можно визуально стать стронкейшой и избавиться минимума 3 кг. Именно для вас наш эксперт это доведет. Мы сегодня разберемся, как правильно подбирать белый цвет, чтобы он не добавлял объема, но при этом главное свойство белого цвета какое? Пачкаться? Нет. Главное достоинство белого цвета в том, что он отталкивает солнечный свет. Но действительно белый цвет марки, и многие женщины не носят его в том числе, потому что он быстро становится не таким свежим, как хотелось бы. О том, как ухаживать за вещами, я думаю, это Рашпира замечательно расскажет. Не сомневаюсь, в этом мы не остановимся. Если что-то делает нашу фигуру красивой, мы будем это носить. Тем более, что, как я понимаю, существует огромное количество каких-то оттенков белого. Да, условно, белые делают на теплые тона и холодные тона. Холодные – это немножечко голубоватые, либо немножечко зеленоватые. Обращали внимание, сейчас появилось огромное количество средств для стирки, которые обещают белоснежную белизну. Они все голубоватого, либо зеленоватого оттенка. И этот оттенок они сообщают. Белье за счет этого оно оптически становится белоснежно-белым. Если же речь идет о теплом типаже, а как определять типажи, мы уже говорили, то здесь подойдут больше молочные оттенки, оттенки слоновой кости, может быть, немножечко кофейный оттенок, то есть белый немножечко с налетом, с таким легким винтажным. Так, первое, уяснили. Оттенок белого цвета зависит от того, к какому типажу вы относитесь. Да, да. Если у вас холодный типаж, розовая кожа, соответственно, вам больше подойдет кипельно-белый, белоснежный. Если у вас теплый типаж, соответственно, вам больше подойдет молочные оттенки. Не сомневаюсь, что шикарные женщины, голливудские красотки, позволяют себе роскошные белые наряды. Да, к примеру, Дженнифер Лопес шикарно смотрится в белом юбочном костюме. При этом белый цвет может быть как кэжуальным в случае Дженнифер Лопес, так и нарядным. Как, к примеру, посмотрите на Риану. Она наделает шикарное белое платье на премьеру кинофильма. Еще один шикарный пример девушки с неидеальной фигурой, которая шикарно смотрится в белом свете. Ева Лангория. Она надела это платье на юбилей одного очень известного бренда. И замечательная актриса украинского происхождения, которой мы не устаем гордиться и наблюдаем за ней в огромном количестве реклам. Это Ольга Куриленко. Она тоже соответствует белому тренду и надела шикарное белое платье с черным контрастным кружевом на премьеру своего очередного фильма. Понятно, что звезд одевают стилисты, им в этом смысле проще. А что делать нам, простым людям? Мы ведь тоже хотим в белом выглядеть хорошо. Сейчас и разберемся. Для начала поставим конкретную цель. Мы понимаем, что у всех у нас фигура немножечко неидеальная, есть какие-то определенные недостатки. Обычно недостатки концентрируются либо в области плеч, когда они немного шире, чем нужно. Либо в области живота, когда здесь присутствует какой-то лишний объем, либо же наоборот, когда у нас такой женский акцент на бедра. И исходя из этого, по типам фигуры мы сейчас и определим, как же правильно подбирать белый цвет. Я хотел бы пригласить сюда свою помощницу Наталью. Здравствуйте, Наташа. Итак, у Наташи замечательная стройная фигура, но небольшой акцент на плечи. Для того, чтобы этот акцент нивелировать, необходимо выбирать не свободные вещи с открытыми плечами, как сделала Наталья, а уж тем более в контрасте с темным низом. Верх еще больше расширяет. Необходимо выбрать более графичный верх. При этом, если у вас полные руки и крупная грудь, выбирайте рубашки и жакеты с не длинным рукавом, а, к примеру, три четверти. У меня для Наташи специально подобран комплект, который, думаю, ее украсит. Как? Увидим. Если речь идет о крупной грузе, вы хотите носить белый цвет, выбирайте рубашки и блузы с запахом. Они визуально скрадывают объемы. Обязательно акцентируйте талию при помощи контрастного ремешка. Если речь идет о трикотаже, выбирайте только трикотаж с V-образным вырезом, никакого круглого либо лодочки. Это визуально акцентирует плечи. И также избегаем рюш и кружев, потому что они всегда добавляют у нас объема. Как уроково фонарики, в принципе. И это все ты говоришь о вещах белого цвета? Да. Что-то получается, Рома, что у нас только верх может быть белый. А низ? Да, белый низ тоже может присутствовать при таком типе фигуры. Если вы хотите отвлечь внимание от верхней части, вы можете выбирать белый низ. Но если это брюки, ни в коем случае не брюки клеш, только прямые либо зауженные. И если это юбка, юбка должна быть прямой либо карандашом. И верх при этом обязательно выбираем темный. И верх у нас должен заправляться либо в брюки, либо в юбку. Получается, что белые брюки могут отвлечь внимание от большого объема в области груди и рук, да? Да. Так сделали Ева Лангори и Камерон Диас. Ева Лангори подчеркнула талию при помощи контрастного пояса и акцентировала талию при помощи рукава три четверти. И остается еще минутка до появления Наташи в новом белом образе. Можно воспользоваться этим перерывом и выпить кофе. С удовольствием. Угощайся, пожалуйста. Все начинается с Нес Кафе. Я вижу, что Наташа уже готова. Наташа, да, к нам. Очень изящно. Обрати внимание, все, как описывали. Во-первых, акцентировали талию при помощи контрастного пояса. Во-вторых, у нас здесь присутствует небольшая баска, которая простраивает у нас силуэт песочных часов, который визуально мы продлеваем в трапециевидной юбке. Спасибо, Наташа, большое. Спасибо. Многим девушкам хочется носить белые платья, но действительно иногда впечатление, что такая одежда полнит. Такая одежда может сделать фигуру бесформенной, если выбрана неправильная фактура, если это кружево, если это какие-то рюши. Вещи должны быть более графичными, они должны четко простраивать силуэт. Белое платье может действительно сделать бесформенную фигуру, если отсутствует графика, обязательно должен присутствовать какой-то графичный элемент. Но для начала давай разберемся с составными комплектами низ и верх. Как подобрать блузу и юбку таким образом, чтобы немножечко скрыть животик. И я хотел бы пригласить свою помощницу Арину. Главные противопоказания при таком типе фигуры. Во-первых, избегайте трикотажных вещей. Белый трикотаж, если у вас есть животик, только подчеркнет его. Выбирайте хлопчатобумажную ткань, пусть это будет свободное платье, и акцентируйте талию при помощи пояса. Свободный верх, акцент на талии, свободный низ. Таким образом вы четко прорисуете силуэт. Но есть вариант более комфортный, с юбкой и блузой. Примеряй. А мы пока обсудим звезды. Конечно, наше любимое дело – посплетничать. К примеру, Рози Хантингтон, которая будет блистать в следующей серии трансформеров. Несмотря на то, что она немножечко набрала вес в последнее время, выбрала белое платье, но умное платье, о котором мы уже рассказывали. Платье, которое визуально простраивает силуэт песочных часов, как бы срезая объем с боков при помощи контрастных бежевых ставок. Эти ставки могут быть в других темных оттенках, не обязательно бежевыми. Главное – не допускать типичную ошибку. Многие девушки с животиком выбирают завышенную талию и таким образом как бы скрывают все эти объемы. Но если у вас есть животик, белое платье с завышенной талией сделает вас беременной. А может быть, все проблемы с фигурой можно решить с помощью белого такого роскошного, свободного балахона? Просто ничего не будет видно, а ты вся такая белая и пушистая. Ну, к сожалению, этот вариант работает только как сценический, в случае с Аллой Пугачевой, либо как курортный. Это действительно комфортно, это действительно очень удобно, но, к сожалению, скрывает фигуру просто в целом и не стройнит ни в коем случае. Поэтому лучше белых балахонистых вещей избегать. Но можно выбирать свободные блузы, можно выбирать свободные туники в сочетании с более обтянутым низом, для того, чтобы расширить верх и скорректировать низ. Но об этом чуть позже, когда будем говорить о третьем типе фигуры. Ну, а пока возвращается Арина. Да. Совсем другое дело. Итак, во-первых, мы акцентировали талию, во-вторых, рубашка в сочетании с обтягивающей юбкой образует целостный силуэт, и мы уже не видим вот этой выделяющейся части. И мы как бы разрезали животик на несколько частей, из-за нервов его. За счет этого мы видим, что фигура выглядит в целом стройнее, графичнее, и животик подтянутее. Спасибо большое, Арина. И, пожалуй, остается еще одна проблемная часть, ниже талии. Можно ли здесь поработать с белым цветом, чтобы выглядеть эффектнее? Да. Я хотел бы пригласить Екатерину. В одежде, которая сейчас на Екатерине, допущено несколько ошибок. Во-первых, это контрастные темные вставки сверху. Они действительно могут стройнить, но в том случае, когда у вас крупные бедра, лучше стройнить низ, а не верх. Второй момент – это не очень правильно подобранная юбка. За счет эластичности ткани она собирается в горизонтальной складке. Это визуально у нас подчеркивает живот и расширяет бедра. Если вы выбираете плотно сидящую юбку при широких бедрах, она должна быть прямой формы и ни в коем случае не эластичной. Она всегда должна сохранять эту форму. И я подобрал для Екатерины полностью белый комплект. Казалось бы, очень рискованное решение. Но давайте посмотрим, сработает ли. Держим. Спасибо. Кто из звезд обладает таким типом фигуры? Широкие бедра. Сара Мишель Геллар, наша любимая Ким Кардашьян. И обрати внимание, Сара надела прямую свободную юбку в сочетании с контрастным темным верхом. Казалось бы, противопоказание. Но обрати внимание на уровень, по которому проходит талия. Она немножечко занижена. Это скрадывает объем с боков. А вот Ким Кардашьян допустила ту же ошибку, что и Екатерина. У нее белая обтягивающая юбка, которая собралась складочками. К тому же немного завышенная талия подчеркивает такой тип фигуры грушу. Помнишь, мы уже неоднократно говорили о том, как правильно подбирать юбку для данного типа фигуры. И говорили о том, что если у вас тип фигуры груша, юбка должна быть немного трапециевидной. Она должна немножко расходиться. И желательно, чтобы ткань была легкой и струилась. Тогда это визуально будет скрадывать объемы. И в целом силуэт будет выглядеть легче. Ну, если такая юбка длина до колена, либо немного выше. И это правило распространяется и на юбке белого цвета? Да, разумеется. Вообще, это, конечно, удивительное открытие, потому что, казалось бы, если бедра широкие, не нужно надевать белые юбки и тем более белые брюки. И, кстати, брюки, которые я дал Екатерине, расклешенные от бедра, то есть они довольно широкие. Это крайне важно. Абсолютное противопоказание при данном типе фигуры это плотно сидящие, обтягивающие белые джинсы, либо плотно сидящие белые брюки. Если вы выбираете светлые, либо белые брюки на лето, они обязательно должны быть расклешенные от бедра, для того, чтобы скрыть объем опы. Белая одежда сама по себе нарядная, но мы же не можем без аксессуаров. Какие подойдут? Шикарно на белом фоне смотрятся все аксессуары в этно-стиле. То есть это какие-то глиняные бусы, деревянные, может быть, янтарь, может быть, кость, либо рог. То есть красивые, насыщенного цвета натуральные материалы. Но при этом лучше избегать открытого блеска. Это пайетки, стразы, золото. На белом фоне это смотрится немножечко вульгарно, и белый сильно дешевит. То есть в сочетании с натуральными материалами будет намного эффектнее. Итак, я приглашаю Екатерину. Катя вся в белом. Ключевые моменты. Если у вас акцент на нижней части силуэта, выбирайте брюки устойчивой формы. То есть они должны быть расклешенные от бедра. Ни в коем случае не сочетайте с обтягивающим контрастным верхом. Если выбираете контрастный верх, какая-то туника, либо блуза насыщенного цвета, они должны быть обязательно свободные. И они обязательно должны доходить практически до середины ягодиц. За счет этого у нас объемы скрадываются, и переход от компактного верха к широкому низу выглядит более гармонично. Как, к примеру, сделала Ева Лангория. Спасибо, Екатерина. Спасибо, Рома. Белый цвет просто создан, чтобы сделать наши фигуры более привлекательными. Просто следуйте советам наших экспертов. И все будет добре. Привет, Ютуб. Подписываемся на наш канал, и будете самыми стильными и самыми красивыми. Субтитры создавал DimaTorzok